Мы рады приветствовать вас на нашем канале Каббала Кала, где мы открываем тайны еврейских книг. И сегодня мы обратимся к книге Коэллет. Коэллет, или как по-русски ее называют, Экклезиаст. Деврей Коэллет бен Давид Мелых Берушалаем. Слова, которые сказал Коэллет бен Давид, царь в Ярушалаем. Три аспекта здесь нужно отметить, мы об этом говорили вчера. То есть три аспекта, на что указывает Шломо Хамелых. Царь Шломо указывает на три важных аспекта, без которых, без этих аспектов, если они не выполняются, нет смысла даже тратить время на то, чтобы учиться у этого человека. Жалко времени, у нас нет времени, чтобы просто так его тратить. Итак, Коэллет – это так называет себя Шломо Амелых. Коэллет, как мы уже сказали, от слова Коэллет – собирать. То есть он обладал качеством, обладал мудростью. И благодаря этому качеству, этой мудрости, он смог собрать и понять всю ту мудрость, которой он делится. То есть он обладает этим качеством, он развивает это качество, и он способен передать эту мудрость другим. Первый аспект. Второй аспект – Бен Давид. То есть то, что он умный и способный хорошо, но этого недостаточно. Этого недостаточно. То есть он не просто делится тем, что постиг сам, он делится тем, что получил по традиции от своих учителей. И конкретно от своего отца, царя Давида. А Давид получил от своего отца и так до Авраама, так до Адама. Первое, второе и третье – Ярушалаем. Этим царь Шлому указывает на то, что все, что он постиг, и все, что он получил по традиции, это все изучалось, углублялось, постигалось в кругу подобных ему. То есть тех, кого он собрал в Ярушалаеме, в городе Ярушалаем, мудрецов того поколения, с которыми он постигал, вот то, чем он с нами делится. Да, то есть, повторюсь, это очень важно. То есть, первое – человек сам по себе обладает способностями. Второе – он получил информацию по традиции. То есть не просто прочитал книжку и додумался. Нет, он получил от учителя. Давид написал книги и передал информацию, что он имел в виду, когда записал своим ученикам. Это все, скажем так, разбиралось, постигалось в коллективе ему подобных. То есть в коллективе таких же мудрецов. Без выполнения этих трех аспектов, как бы говорить и не о чем. То есть, ну что, приятно говорить с умным человеком, но если он не получил эту информацию, и если он не постигал ее в кругу ему подобных, ну, можно как бы принять к сведению. Но этого недостаточно. Поэтому у нас вот эти три принципа, они принципиально важны. Хавль хавалим амар когелит, хавль хавалим хаколь хавль. Да, то есть мы подчеркнули здесь здесь семь раз упомянуто слово хавль, которое на русске переводится как суета. Семь раз. Семь сует, если так можно сказать по-русски. Хавль. Семь хавалим. И мы сказали, что простой смысл, простой смысл это семь дней творения, о которых Шломо хамелех, царь Шломо говорит хавль хавалим, суета-сует. Ну, это в двух словах как бы повторение того, о чем мы говорили в Шаббат. А теперь продолжим дальше. Что пользует человек от всех трудов, что он троится под солнцем. И дальше. Простой смысл. Поколение уходит, поколение приходит, скажем так, все, что негодяй, негодяй, награбит, никуда он это не денет. То есть, творец сделает так, что его награбленное достанется тому, кому следует, кто должен это получить. А кто как бы существует навсегда? У кого есть шанс вечности? Те, кто называется земля. Земля. То есть, земля – это тоже термин. И царь Давид, царь Давид, у которого учился Шломо, царь Шломо, обучил сына. И он конкретно сказал, «Ве ановим ершу арец». А, ановим, люди, которые обладают качеством анова, они унаследуют землю. То есть, простой смысл такой, этого стиха, что негодяи уйдут с своим поколением. И все, что как бы они награбили, уйдет вместе с ними, а то, что они думают, останется тому, кому надо. А кто да не уйдет, кто да унаследует. Ановим. Ановим. В качестве эталона сказано о Моше, Моше Робейну, что он был самым анов, самым человеком, который нет в русском языке такого термина. Анов. Переводится обычно как смиренный, ну, буквально знающий свое место. Очень тонкий такой. Анов, знающий свое место, который буквально не выпендривается, да, то есть не строит из себя, он знает свое место, которое принижает себя, не выпендривается. Вот в этом смысле снова, может быть, не очень красивое, по-русски. Но вот это как бы отражает суть. Вот они унаследуют землю. То есть это то, что хотел сказать царь Шломо. Вот в этом стихе поколение уходит, и поколение приходит, а земля пребывает вовеки. Это простой смысл. Царь Шломо записал это, то, что называется, Беруа Хакодыш, то, что ему Творец открыл. Все книги, которые вошли в состав Танах, Тора, Невиим, Ктувим, это то, что записано Беруа Хакодыш. Книги мудрые, которые не записаны Беруа Хакодыш, они не вошли в Танах. Да, мы их тоже изучаем, но это не то, что входит в Танах. И здесь все, что записано Руха Хакодыш, есть глубина, которая передается с поколения в поколение. Теперь мы хотим разобраться, что означает земля пребывает вовеки. Буквальный перевод земля стоит, находится в состоянии покоя. Как понимать? Мы же знаем, что земля движется, не находится в состоянии покоя, а движется. Что здесь имеется в виду? Что здесь имеется в виду? Берешит барай луким, это шамай вэйта арэц. Все мы это знаем. Вначале святворил Бог небо и землю. Дальше написано так. Вэга арэц, хайта тогу ва вогу. А земля была тогу и вогу. Сейчас разберем, что это такое, хотя мы об этом уже много раз говорили. Дальше, хошэх, альпнэй тэгом, тьма над бездною, и руах, элоким, дух, ну буквально так переводят дух, обычно переводят, божественной, вэтает над маим, над землей. Да? Я выделил четыре слова земля, тьма, ветер или дух и вода. И не просто так мы это затронули, потому что это поможет с одной стороны, а с другой стороны на базе того, что мы уже учили в Сефер-Яцера, в книге творения, которое написал Авраам Авину, мы сейчас посмотрим, что же здесь скрыто в первых строках Торы. Вначале Бог сотворил еш ми айн. Это мы уже, мы уже знакомы с этим термином. Нечто из ничего. Еш из айн. Первичная небесная материя и первичная земная материя. А вот земля, то есть земная материя представляла из себя, это об этом говорит следующий стих. То есть, то есть как бы то, что до этого скрыто от нас в принципе, да, то есть непостижимо. А дальше вот творец нам поясняет. И что нам поясняет? Что земля в начале творения была тогу. Вот это слово тогу, это, да, это корень, означающий удивление. Удивление, близкое к шоку. То есть человек удивляется, когда он видит нечто, которое его шокирует, он вот просто в таком шоке, что даже не может оценить, а предать, дать, дать название вот тому, что он видит. Настолько это за пределами его постижения. Итак, я повторяюсь, то есть очень важно не упустить нить, что в начале была смотрена материя, первичная материя, небесная, земная, и вот земная материя такова была в начале, что она была вот, вот обладала качеством тогу, то есть за пределами человеческого определения. Хомер, Эйнбо, Мамыш, тоже термин. Это материя, в котором нету ничто, то есть как бы материя без ничто, без вот, ну, как перевести, Хомер, Эйнбо, Мамыш, Мамыш, это знание, это место, что-то какое-то, хотя бы неуловимое что-то нету. Вот такова была земля в начале творения. Об этом нам поясняет второй стих Торы. Дальше. Тогу вавогу, да, то есть в начале была тогу, потом стала, потом в процессе творения стала богу, вот здесь написано богу, хилыбиш ото цура, то есть одел это бесформенная в форму, какая-то первичная форма, то есть первичная материя, которая вообще, то есть никак, никак, да, то есть невозможно ее описать, постичь, соответственно, следующий этап творения, она приобретает некую форму первичную, которую мы сейчас не будем углубляться дальше, то есть тоже есть термины, которые поясняют, что такое, что означает этот цура, руах это ветер, воздух, майм это вода, почему огонь здесь назван хоших как бы с антонимом, да, то есть свет и тьма, огонь и тьма, это отдельная тема, но все три, все четыре элемента, четыре стихии, четыре основы творения, они здесь в этом стихе обозначены, вот я их здесь, это не я, это мы по традиции эту информацию получили, иначе здесь ее невозможно увидеть, догадаться, вопрос, мы учили с вами, что основных элемента три, огонь, воздух и вода, и мы так и говорили, эмеш, эмеш, так мы учили в сефер яцера, алиф, авир, это воздух, мем, это маем, вода, шин, это эш, огонь, воздух, вода и огонь, мы говорили так, что земля это производная трех основ, огонь, воздух и вода, земля это производная, посредством эш, роах и маем создана земля, то есть как бы это следующий этап, огонь, воздух, вода и следующий этап это земля, то есть земля это производная трех основ, то есть четыре основы или четыре стихии, то есть на самом деле они не совсем равнозначны, потому что четвертая земля это производная первых трех, а земля была тогу и вогу и потом уже расшифровывается тьма, то есть мы понимаем, что здесь зашифровано слово термин эш, огонь, роах, воздух, ветер, воздух и маем дальше вода, вот они, вот они эти три элемента, а земля, которая в принципе производная этих трех, она оказалась на первом месте, да, все не просто так, все не просто так, все не случайно, здесь Робейн-Убэхай открывает нам тайну, что земля это есть точка, точка, то есть как бы что такое точка, это как бы вот, вот если представить бесконечность и в этой бесконечности вот мы говорим о земле, то есть это как бы бесконечно малая точка все, 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 все мироздание, мироздание, бесконечно малая точка, это есть некуда, то есть земля есть некуда, и вот именно в этом плане она покоится, вот здесь уже перекликается с тем, что мы говорили у царя Шломо, что земля стоит вовеки или навсегда. Что значит стоит? Что значит прибывает? Это не точный перевод. Она стоит, она покоится, земля покоится. То есть почему? Потому что ее качество, ее как бы цель создания — это некуда. Точка. Вот она, земля. Не просто так. Она состоит из трех букв. Три буквы. И наши мудрецы нам просто передают информацию, которую получили от пророков. Не просто так. Земля — это земля. Не просто так. Арец — это арец, где называется земляная верительность, состоит из трех букв. Потому что она указывает на то, из чего она была создана. То есть посредством чего творец создал его. Да? Ее. Алиф — это эш, огонь. Рейш — это руах. Это непростое совпадение. Это просто говорит о том, из чего она создана. Три элемента, три основы, три базы. А цадик — это майем. Майем — вода. Какое отношение буква цадик имеет к воде? Мы уже знакомы с гематрией, понимаем, что без гематрии невозможно ничего постичь, потому что буква и цифры — это все одно единое целое. Потому что майем и цади — это одна и та же гематрия. Майем — сорок, десять, сорок. Вот в такой форме она зашифрована в слове земля. Итак, арец — земля, создана посредством трех основ. Эш — огонь, руах и майем. На это указывают каждая буква этого слова — земля. На иврите арец. Почему земля называется некуда? Точка. Потому что она квуа установить, закрепить, и существует, и нет у нее движения. Она как бы, да, и отсутствует движение. Как бы, в принципе, только-только ее части движутся. Сама земля в принципе не движется. Что это значит? Не движется. Как это понимать? И мудрецы говорят, вот именно на это намекает то, что мы учили в книге Коэллет. Царь Шломо написал «Вэга арц лоу ламо мэдет» — земля стоит навсегда. Навсегда. Как это понимать? И царь Шломо в книге Коэллет, так же, как и в первой книге пяти книж и в самом начале, он говорит о земле как производная трех основ. Следующий стих. «Восходит солнце и заходит солнце» — это Эш. Дальше говорится о руах — ветер. А дальше говорится о воде. В том же порядке, в котором это встречается во втором стихе первой книги пятикнижья. То есть земля по отношению к своим источникам — эш, руах и майм, огонь, воздух и вода — она статична, она покоится, в отличие от огня, воздуха и воды. Есть как бы, да, то есть это некая, скажем, цель творения, вот эта точка, земля, цель творения, на которой все и будет происходить. То есть в этом плане, в этом плане не принципиально она кружится вокруг своей, или вокруг солнца, или вокруг своей и вокруг солнца. Это не принципиально нам в плане творения. То есть это некая точка, цель творения. И здесь все происходит, здесь человек зарабатывает. Зарабатывает себе то, откуда все это появилось. Зарабатывает себе улам-хаба. Понятие статичности или покоя — оно, это есть характеристика духовного мира. Статичность, покой. А характеристикам материального мира — это движение. И мы уже говорили, что движение — это есть смерть. Все, что движется, оно умирает. Все, что движется, оно рождается, живет и умирает. Это характеристика материального мира. Были люди в истории, которые поплатились жизнью, которые утверждали, что земля вертится. Нет, мы вообще в эту тему не входим. Мы понимаем, что такое земля, что такое система солнечная. Мы говорим о том, что в плане целетворения земля покоится. Это та самая точка, где есть возможность у человека выйти из материального мира, заработать себе духовный мир.